Приветствую вас. Ввиду специфики информации, которая была хоть и публично, но предоставлена клиентам, я не буду раскрывать детали. Я скажу только то, что речь идет о насилии, речь идет, к большому сожалению, о сексуальном насилии, и соответственно реакции человека на него. Реакция заключается в следующем, то есть это стыд, это страх, вот, к сожалению, и соответственно не знание чего делать, что делать дальше. Близкие люди, автор вопроса, не в курсе того, что произошло. Она боится, что если они будут в курсе, то будет скандал, а этот человек обвинит ее в произошедшем. Что здесь хочется сказать? Во-первых, хочется сказать, что я вам сочувствую, то есть много к вам сочувствия, правда. Сочувствую вашей ситуации, сочувствую, что вы столкнулись с такой ситуацией. Вот. И хочется сказать, что здесь речь идет о травме. Вот. То есть у вас психологическая травма, вот, ну, как бы, связанная вот с этой историей, то есть вас это травмировало, и, соответственно, те чувства, которые у вас возникли, это ощущение беспомощности, последующее чувство стыда, теперь еще и страха, соответственно, вам нужно это прожить, потому что пока вы это не проживете, с психологом, может быть, с психологом женщиной, ну, может быть, вам будет проще ей довериться. Вот. Вас это будет мучить, нас это будет беспокоить, и вас это будет возвращать назад. А следующее, что нужно, это разрешить себе злиться. Это следующее. То есть, ну, признать, признаться себе, признаться, признаться себе в том, что, ну, что у вас есть такая серьезная негативная реакция на то, что произошло. Вот. Рассказывать кому-то или нет, это же вам решать. Как решать вопрос о том, ну, что делать дальше? И необходимо поработать с виной. Потому что чувство вины здесь является инверсивной агрессией. То есть, это агрессия, которая направлена изначально во внешний мир. Вот. Агрессия, которую вы себе запрещаете. И она превращается в самообвинение. Вот. Ну, совершенно очевидно, да, наверное, по крайней мере для меня, совершенно очевидно, что... Если я скажу вам и если кто угодно сейчас скажет вам, что вы не виноваты, да, что, ну, вашей вины нет в том, что произошло... Я думаю, что вы не поверите. Если бы это было так просто. Вот. Поэтому... Вот первое, что нужно сделать, это прожить, конечно. Прожить все ваши чувства, которые у вас есть. Прожить чувство стыда. И постараться заметить. Постараться заметить то, что есть еще там, помимо стыда. Да, потому что стыд-то нормален, как и страх. А деструктивно его доминирующая позиция. Ну, над... над вами. То есть вот... вот это... Это... это деструктивно. А не сам по себе... Стыд и страх. То есть... Испытывать стыд и страха, это... Ну, абсолютно естественно в этой ситуации. Вот. Только... Как так... Получается, что вы почему-то... Одна. Одна. Ну... С этим. То есть... Вы одна. Один-один. Проживаете это. И... Как я думаю, вы не должны, вы не обязаны... Как я думаю, вы не должны, вы не обязаны... Проживать это одна. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Сложно представить, насколько вам тяжело, безумно. Поэтому, если вы хотите в том числе отношения со своим мужем сохранить, то, на мой взгляд, вам нужно начать обращаться с этими чувствами, которые вы испытываете. Начать с ними обращаться, начать их проживать, начать их выражать. И я думаю, что ситуация тогда придет в определенную норму. Вы, я думаю, тогда сможете для себя увидеть то, как вам дальше быть. Потому что сейчас у вас, ну, понятно, да? Сейчас у вас растерянность, сейчас у вас потерянность, сейчас у вас такая, ну, беспомощность. Вот. И это очень тяжело. Ну, в такой вот, в такой ситуации находиться. Поэтому, помощь, вот, вот помощь вам в данном случае выглядит такой. То есть, это по возможности... Должна быть достаточно скорая помощь. То есть, чтобы вы в этом не застревали, да? Чтобы вы в этом, ну, чтобы вы не привыкали к этому состоянию. Чтобы оно не становилось, ну, частью вас. Вот. Если сейчас вы способны еще отличать, что вот это состояние, оно... Ну, не совсем ваше, да? То есть, это вот состояние, которое появилось вот вследствие вот этих, ну, событий. Вот. То... Со временем... Со временем будет все сложнее... Отличить одного от другого. И со временем вы будете... Скорее всего... Все больше и больше... Ассимилировать... То, что с вами... Произошло. И, уходя в... Ассимиляцию, конечно, вам не будет... Становиться легче. К сожалению. Такая вот история. Поэтому... Еще раз вам очень сильно сочувствую. А... Здесь необходимо работать. Вот. А... Никто... Я подчеркиваю, никто... Не... Вправе... Указывать вам... Кому говорить, кому нет. Об этом. Вот. Со... Страх... Со... Страхом... Со страхом... Скандала, да... Со страхом... Конфлик... Конфликтов... Тоже можно... Поработать. Вот. Вот. Это не... Является... Чем-то... Таким... Критичным. Вот. Ну... Как мне... Видится... На... Данный момент... Ну... Помимо всего... Прочего... А... Вы опасаетесь... А... Как-то... Ну... Того, что... Что вы можете быть плохой... Э... Плохой. Вот. То есть... Как-то вот вы получается... Боитесь этого... Боитесь того, что вы можете быть плохой. Ну, он такой может быть плохой, вот, и вот этот страх, да, он, страх быть плохой, он парализовывает вас. Я думаю, я думаю, что этот страх, он был у вас и до событий. Ну, я так полагаю, и сейчас он этот страх просто оказывает, ну, как бы, еще больше давления на вас. То есть, ну, 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 то есть вам еще тяжелее сейчас. Вот. Поэтому вам нужна, вам нужна помощь. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с тобой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Помощью вам. Вам это пригодится, вам необходима помощь. Удачи. Подписывайтесь на лайк. ИНТРИГУЮЩАЕТСЯ